Один, норма высева 180 грамм на гектару, соответственно самопостом. Сделка, джондировка, 19-80 грамм, осмотрели, вот ей мы и съели. До посева торнадо 500 и Амид. Но за схему сейчас Алексей Ткаченко нам расскажет плюсы и минусы препаратов. Второй какой? Торнадо? Что еще? Амид, почвник. Здесь, значит, применено 2 посева к внесению торнадо 500. Громче можно и направить на людей. Сколько торнадо? 2 литра на гектар торнадо. Убираем все, что здесь осталось. Ну, стимошного тела, поэтому мы рекомендуем немножко больше. Поскольку здесь постоянно применяется торнадо, здесь уже многолетние сорняки практически уже вывели. 2 литра перед посевом достаточно. После посева почвенный гербицид гамбит, это промитрин, 3 литра на гектар. Убираем все дудольные сорняки однолетние и злаковые сорняки. Через сколько после посева? Дом сходу. Дом сходу. Сразу после посева, дом сходу. За неделю. Посева через сколько дней? За неделю в сходе. В зависимости от сходов, от дождей, пытаемся приблизить максимально ближе к осадкам. Ну, не прозевать, опять-таки, есть опасность. Если будут по прогнозам стоять дожди, то не затягивать. Иначе, может, уже пойти в сходы и выпросы не менее. В прошлом году мы работали по ливню, по дождь шел, и мы обработали, шикарно получилось. Ну, опять-таки, по главной земле эффективность всегда выше будет. Если стоит сушь, нет осадков, то рекомендуется небольшая зодилка. Дальше, по сходам, злаковые сорняки. Здесь был несложен противозлаковый препарат НИОРа, дозировки 0,7 литра на гитар. Выбираем все злаковые сорняки, которые были наверху. И после пройдения анализа, анализ был сдавал. Внесли здесь колоссаль ПРО, 0,4, пропиконазол и тибуконазол. С микроэлементами? С микроэлементами. Это борьба с аскохетозом. А бывает в местах? Каждый год бывает. Даже когда видимые, только первые начинают находить заемную лабораторию, определяют аскохетоз сразу. То есть первые признаки нужно, как только видели, либо снизу, либо на листьях сразу нужно носить. Колоссаль ПРО, 2 действующие вещества, пропиконазол, быстро проникает, останавливает. И тибуконазол держит до 4 недель защиту от аскохетоза. Семен Ильич, а особенности именно выращивания по технологии на уртил, можете рассказать? Распределение растительных осадков, в первую очередь, после уборки, это основное. И погромче? Распределение растительных осадков после уборки, это основное при выращивании таких культур, как нутр. Потому что почвенник будет лучше работать, когда на земле равномерно распределены растительные осадки. Ну и лен, в принципе. Да и все культуры, которые мы сделаем, мы стараемся после уборки земных культур, сразу загоняем в баронку, победу, 25-метровую, и растягиваем все. Частота полей для нутра, в первую очередь, во-первых, частота полей играет главную роль, потому что гербицид только почвенник, по вегетации есть гербициды, но они сажают очень сильную культуру. Раз, и подсолнечник, но желательно максимально, чтобы удаленность от подсолнечника, это 3-4 года. Потому что подсолнечник входит, и потом проблемы в треуборке, очистке. А треуборки, именно, чтобы он не открашенный был, что делать по срокам? Если много сорняков, то принимаем либо диссикант, либо альфосат. С этим зверем что будем делать? Ничего уже. Провитация гербицидов, действительно, их уже нет. А Мерлин? Мерлин, значит, работает, почвенное действие, значит, когда есть влага. Если влаги не будет, Мерлин не даст того эффекта. Это уже в выпадах, не так однопроверенно. Уваженность, ну, в пределах 18-17, прошлом году получили 9,6. А затраты на этаж веки, по-моему? По-моему, 18. Затраты на этаж сейчас несколько надо прикинуть. Затраты небольшие, но когда цена упала, он стал мощнее. 9 литров. Когда был 60 рублей, тогда да. Тогда можно было и 5 получать. И сорта выбирать, что-то есть. 3,1. 180 кг. Это 800-700 тысяч растений. Культура такая, нужно утром заходить на нот и вечером еще раз заходить на нее, смотреть постоянно вредители, болезни, не упускать. Поскольку очень тяжелая борьба, особенно с чешуей крылыми, с соками, с ловым мотыльком, по первому возрасту работают у нас шарпей, брейк. То есть перитроиды в минимальной дозировок, если первый возраст снимается легко. Если упустили первый возраст, потом начинается смесь фосорганики с перитроидами. В нашем случае мы рекомендуем олеот с шарпеем. Но эффективность уже не 100% по второму от третьему возрасту. Если уже упустили в старшего возраста, у нас есть препарат Тайра, хлорперифлоз, который работает до 4-го возраста, снимает все проблемы. Но единственное, ожидаем регистрацию на него. В опытах везде показывают, хотя сопробуют. Но в этом году еще один регистрация. Караген не ваш? По сожалению.